Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света, сегодня я снова в компании Никиты и Евы. Сегодня у нас второй конкурсный день, борьба в самом разгаре. Ребята, поделитесь, какие у вас впечатления после первой игры? На борьбу настроены или кто-то уже хочет сдаться прямо сейчас? Я хочу дойти до конца. Я тоже хочу. Так, держать. Молодцы. Хороший боевой настрой. В стране безопасности, ребята, есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытание. Вчера с этим условием вы уже столкнулись. А сегодня готовы отвечать на мои вопросы? Да. Хорошо. Тогда самое время начинать наш первый конкурс. Как и в предыдущий день, и на протяжении последующих двух дней мы с вами будем говорить о правилах дорожного движения для детей. Вчерашнюю игру мы с вами заканчивали разгадыванием загадок. А сегодня я предлагаю начать тоже с разгадывания загадок. Единственное, что этот конкурс я усложнила. Вам необходимо будет отгадать загадку и слово «отгадку» составить из букв, которые я вам дам. Я предлагаю, чтобы вам было удобнее выполнять это задание, разложите эти буквы вот нам на полу перед собой, разложите до начала конкурса, и я буду читать загадку. Поскольку конкурс не из легких, у меня есть для вас подсказка. Вот у вас на каждом, на стенде ваших по шесть маленьких карточек. Вот среди этих шести карточек есть три правильные отгадки. Три будет загадки, поэтому вот отгадки есть на этих карточках. Поэтому обращайте внимание. Каждый правильный ответ будет стоить две фишки. Плюс одна фишка за скорость тому, кто быстрее составит слово «отгадку». Итак, первая загадка. Этот конь не ест овса. Вместо ног два колеса. Кто справится, скажет «Я готов». Я готов. Отлично, Ева и Никита. Хорошо. Так, что это у нас здесь получилось из-за слова? Давайте-ка я буду уже читать. Велосипед. Ева, ВЕ, ЛО, СИ. Ну и что это ты букву держишь одну в руках? Вот так. Нет, все влезло, видно же все. Велосипед. Ева справилась чуточку быстрее, но мы ей не дадим фишку за скорость. Ты знаешь, почему, Ева? Потому что букву одна оставила в руках. Поэтому каждому из вас по две фишки за правильный ответ я даю. И готовьтесь слушать следующую загадку. Сейчас я вам раздам карточки. Итак, держите следующую стопочку с буквами. Итак, вторая загадка. Слушаем. Несется и стреляет. Ворчит скороговоркой. Трамваю не угнаться за этой тараторкой. Марш. Что за тараторка такая? Скоростная. Молча. Складываем. Скорость, скорость. Готов. Отлично. Читаем, кто ты правильно не записал. Правильно, Никита. Хорошо, три фишки ты уже заработал. Ждем Еву. Ну-ка, Ева, давай почитаем, что у тебя получилось. Читай. Мотоцикл. Молодец. Правильно составила, без единой ошибки. Поэтому две фишечки получаешь за правильный ответ. И Никита, три за правильный и быстрый ответ. Так, получите следующую букву. Разбросали быстренько. Кто быстрее? Быстрее, 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 быстрее. Ко мне. Слушаем третью загадку. Последняя загадка. Никита, внимание. Встала с краю улицы. В длинном сапоге чучело трехглазое на одной ноге. Где машины движутся, где сошлись пути, помогают улицу людям перейти. Марш. Последняя загадка. Последняя возможность в этом конкурсе заработать фишки. Скорость. Стоит фишку. Готов. Отлично. Написал правильно. Молодец. Составил слово. Готов. Ну-ка. Давай прочитаем у тебя. Светофор. Отлично, ребят. Молодцы. Очень быстро, оперативно все делайте. Еве, две фишечки. Ев, держи. Присаживайся уже на пуфик. И Никитке, три улицы. Хорошо. Ну, сосчитайте быстренько, сколько в первом конкурсе заработали фишек. Шесть, семь, восемь. Девять. Хорошо. Ева. Шесть. Отлично. Хорошо, ребят. Могу сказать, что сегодня о участниках дорожного движения вы уже знаете намного больше. Ну, а сейчас время встречи с нашей уже знакомой, тетей Олей. Я надеюсь, вы помните, где она работает? Да. Где? В? В ГАИ. В ГАИ, конечно. Она готова выйти с нами на связь. Внимание. Ребята, привет. Здравствуйте. 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 Как у вас дела? Хорошо. Хорошо. Сегодня наша вторая встреча. И мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Вчера мы говорили с вами о вежливости и взаимопонимании на дороге. А сейчас у нас новая тема. И называется она «Знаки сервиса». В правилах дорожного движения есть такие дорожные знаки, которые помогают водителям и другим участникам дорожного движения. Они называются «Знаки сервиса». И объединяют знаки, которые рассказывают нам о расположении, важных для участников дорожного движения объектов. Это такие места, как автозаправочная станция, пункт первой медицинской помощи, гостиница, ГАИ. Знаки сервиса – это знаки-помощники. Они не запрещают, не указывают, не предупреждают. Они помогают путнику в дороге, показывают, где находятся важные для него места. Такие, как месторасположение телефона, пункта питания, где можно набрать чистой воды. Все они важны. Но мне лично больше всего нравится знак, который указывает на пункт питания. Голодным быть в поездке очень не хочется. На сегодня это все. Берегите себя и до новой встречи. Ребята, сейчас время нашего заключительного конкурса на сегодня. Последняя возможность сегодня заработать фишки. Суть конкурса вот в чем. У меня есть несколько картинок, как раз-таки знаки сервиса, о которых только что говорила тетя Оля. Вам необходимо будет догадаться, о чем идет речь, поднять руку и ответить правильно. Тот, кто ответит правильно и сделает это быстрее соперника, получит три фишки. Если же вы ошибетесь, не догадаетесь и вас будет дополнять соперник, то две фишки перейдут в его копилку. Ясно? Да. Итак, не забывайте, что выкрикивать ничего не нужно. Поднимаем руку и тогда я даю вам возможность высказаться. Итак, вот такая у меня есть картинка. Никита. Белорусская пуща. Что, как ты думаешь, может обозначать такой знак? Ну, этот знак как-то не похож на Белорусскую пущу, потому что, ну, там бы могла елка, елка бы нарисована или дерево какую-нибудь. Ну, а на что тогда похож этот знак, по-твоему? Ну, на какую-то фигуру. Фигуру. А что эта фигура могла бы обозначать, вот если на дороге увидеть такой знак на обочине? Что это? Ну, не знаю, что. Могло бы что-нибудь означать. Так, понятно. Ева, у тебя есть возможность ответить, предположить, может, есть какие-то у тебя предположения, что этот знак может обозначать? Ну, не знаю точно, но немного по... Никита, еще есть? Давай-ка, что ты думаешь еще? Ну, могла бы как раз, ну, там, где, например, пиццерия или кафе могла бы обозначать, место питания там где. Думаешь? Ну-ка, я как-то с тобой не соглашусь. Я вам так скажу, этот знак обозначает, что где-то рядышком находятся очень интересные достопримечательности местности, в которую вы попали. Ясно? Вот запоминайте, будете знать, что рядышком, значит, есть что-то интересненькое, что можно посетить и интересно что-то для себя узнать. Так, ну, никому фишку не даю, оставляю себя. Ребят, а вот такая картинка есть, знаете вы, что обозначает? Да, знаю. Никита Первый был, Ев, что это? Это туалет мужской и женский. Правильно, Ев, ты согласна, да? Да. Совершенно верно, Никита. Даю сразу фишки, а то потом запутаюсь. Три фишки ты заработал, молодец. Так, ребят, вот это что может знак обозначать? Опять был Никита Первый, а что это? Это место там, где можно, ну, там можно, ну, где-то можно шашлыки там пожарить. Где можно отдохнуть в лесном массиве, да? Да. Хорошо, Никита, и снова три фишки у тебя, Евочка. Быстренько ручку поднимай, чтобы догнать. Ребят, что вот эта картинка может обозначать? Ева. Это может обозначать то, что где-то рядом можно попить воды. Да, где-то есть вода, и можно утолить жажду. Молодец, хорошо, ну, вот видишь, сразу начала быстренько ручку поднимать и пошло дело, фишек заработал. Ребят, а вот эта карточка что значит? Слушайте, одновременно даже не знаю, но, наверное, знают ответ, придется вдвоем дать. Хором отвечаете. Что это? Это место питания. Молодцы. Вижу по глазам, что знаете, поэтому мгновенная реакция, три фишки обеспечены вам. Держите. Так, ну что, еще давайте вот такую картинку. Что это может обозначать? Телефонная будка. Ева тоже одновременно подняла. Ев, ты же согласна, да, телефонная? Снова по три фишки. Ребят, слушайте, сейчас я вам все свои фишки раздам с такими темпами. Ну, давайте еще несколько штучек. Посмотрим с вами, хоп. Так, дальше. Вот это что может обозначать? Ну, Ева была быстрее на этот раз, Евочка, что это? Значит, то, что можно рядом где-то помыть машину. Мойка, автомойка, да? Автомойка. Молодец, отлично. Ну что, ребята, молодцы, хорошо, очень хорошо вы сориентировались. Где, может быть, не знали, догадались, я довольна. И фишек, смотрю, очень много заработали. Давайте-ка сосчитаем. Да, второй день уже закончился, поэтому нужно подвести итог сегодняшнего соревнования. Внимательно считайте. 20, у меня 32. Уже посчитал. Да, действительно, у Никиты немножко больше, чем у Евы по итогам двух дней. 32 фишки, у Евы 27. Ну, все равно выводы рано делать, потому что разница у вас маленькая. И впереди еще два дня соревнований. На сегодня все. Прощаемся и до встречи в стране безопасности. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok